О вреде курения переговорено немало, но благодаря рекламе и примеру взрослых дети начинают курить. В школе эту вредную привычку пытаются искоренить учителя, а потом в профессиональных училищах и колледжах преподаватели продолжают бороться за здоровье студентов. И тут важно, чтобы и всеми к курению своих детей относились серьезно. Детям в нашей стране не разрешается употреблять никотин, алкоголь и другие психоактивные вещества. Поэтому дискуссия среди родителей, которые ставят себе в заслугу, что они курят, а это не заслуга, это беда их, это болезнь, это зависимость от психоактивных веществ или токсикомания, это не солидное вообще занятие. Дети приходят в общеобразовательное учреждение за знаниями, воспитываются дети дома, и дети, на мой взгляд, как врача-психиатра-нарколога, являются тем зеркалом, которое отражает поведение родителей и взаимоотношения в семье. Очень часто, когда приходят родители, приходят, когда уже поздно, приходят мамы, плачут и говорят, я не знаю, что делать, вот я не знаю, что делать, как с ним справиться. Когда поступают какие-то первые звоночки, вы видите изменения в поведении, что-то появляется новое из вещей, может быть, какие-то лишние деньги, что-то какая-то расторможенность, активность, агрессия, лучше на этом вот так прийти, просто посоветоваться. На встрече с родителями правоохранители совместно со специалистами из наркологического диспансера в очередной раз рассказывали, что никотин – это сосудистый яд, негативно влияющий на работу сердца и мозга, вызывающий язву желудка. А кроме того, курение в общественных местах влечет за собой административную ответственность. И только совместными усилиями учителей и родителей можно приучить детей к здоровому образу жизни.